Столицу одного из новых государств на территории Месопотамии называли Логовищем Львов, столицу другого – Царём Городов. Каким образом государством удавалось превращаться в могущественные державы? В чём причины их гибели? На севере Месопотамии плодородные равнины сменялись горами. Здесь не было земель, которые приносили бы высокие урожаи. Зато предгорье и горы были богаты залежами железной руды. В начале второго тысячелетия до н.э. в верхнем течении Тигра возник город-государство Ашур. Его жителей принято называть ассирийцами, а земли северо-восточного Междуречия – Ассирией. Ассирийцы были умелыми животноводами, разводили коз и овец. Хорошо знакомые эти люди были и с земледелием. Ассирийцы были немногочисленным, но очень воинственным и гордым народом. Даже могущественный хамураби с большим трудом смог подчинить себе их владения. Постепенно ассирийцам удалось объединиться и освободиться от власти чужеземцев. В конце второго тысячелетия до н.э. ассирийские кузнецы научились делать оружие из железа. Железное оружие и железная дисциплина позволили ассирийским царям создать сильнейшую в то время армию. Ассирийцы изобрели седло. Благодаря ему всадник прочнее сидел на коне и руками свободнее мог использовать оружие – меч или лук. Для осады городов ассирийцы использовали осадные башни и осадные машины – тараны. Из вооружённых всадников была создана грозная военная сила – конница. Специальные отряды строителей прокладывали дороги и наводили переправы через реки. Ассирийская армия в совершенстве овладела искусством осады и взятия самых укреплённых городов того времени. В VII веке до н.э. ассирийская армия одержала крупные победы. Одна за другой страны Передней Азии покорились ассирийским царям. В результате к концу века Ассирия стала огромной державой от Египта до Ирана. Новой столицей государства стал город Ниневия. Здесь в огромном дворце жили ассирийские цари – могущественные и очень жестокие правители. Если жители сопротивлялись, то ассирийцы уничтожали почти всё население, что наводило ужас на соседние народы. Многие города Передней Азии были целиком разрушены по приказу ассирийских царей. Пострадал и Вавилон. В начале VII века до н.э. врата бога подверглись разрушению и затоплению водами Ефрата. Только через 12 лет в Вавилонии смогли начать восстановление родного города. Покорённые народы не хотели оставаться под властью жестоких ассирийцев. Вавилонии восстали и в 612 году до н.э. вместе с союзниками захватили Ниневию. Город был уничтожен. Вскоре в бою погиб последний ассирийский царь. Ассирийской державы не стало. Восстановленный Вавилон снова стал столицей Междуречья. В конце VII века до н.э. правителем нововавилонского царств стал Навуходоносор. Он был талантливым правителем и подчинил себе почти все бывшие владения Ассирии. После этого, в знак могущества и величия Вавилона, Навуходоносор приказал перестроить самый большой храм в городе. Теперь он стал ещё больше. Этот храм считался домом бога Мардука, покровителя Вавилона. Для иноземцев он вошёл в историю под названием Вавилонская башня. При Навуходоносоре Вавилон стал крупнейшим и красивейшим городом Передней Азии. По приказу царя город окружили высокими мощными каменными стенами. По такой стене могли проехать одновременно несколько колесниц, выстроенных в ряд. Вокруг столицы по рвам и каналам были пущены воды Ефрата. Через рвы и каналы к воротам города шли особые мосты. В случае нападения врагов эти мосты разбирали, что сделало Вавилон неприступной крепостью. Навуходоносор правил 44 года. После него держава постепенно ослабла и попала под власть иноземцев. Одной из достопримечательностей Вавилона были висячие сады. По преданию, жена Навуходоносора скучала по пышным лесам горной родины. Тогда любящий царь приказал построить дворец с крышей в виде огромных ступеней. Платформы крыши укрепили камнями. На ступени насыпали толстый слой земли и посадили растения, привезённые из разных стран. С помощью хитроумных подъёмников растения постоянно поливали. Издалека казалось, что деревья парили в воздухе. Древние греки, которые ошибочно приписывали создание садов ассирийской царицы Семирамиде, включили их в число семи чудес света. Таким образом, в 8-7 веках до н.э. самой большой державой Древнего Востока стала Ассирия. Ассирийцы создали сильнейшую армию своего времени. В 6 веке до н.э. Вавилония достигла пика своего могущества. Вавилон был самым богатым и могущественным городом Передней Азии. А теперь вопрос. Как ты считаешь, каким образом ассирийским царям удалось создать огромную армию? Почему же её называют «железной»? Пиши свой ответ в комментариях. А на этом у нас всё. До новых историй! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова